Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Главным внутриполитическим событием уходящей недели стал 14-й внеочередной съезд партии социалистов Республики Молдова. Съезд поставил негласный рекорд по количеству гостей из-за рубежа. Настолько велико внимание к молдавским социалистам. 16 делегаций из 12 стран мира. Как уже известно, на этом съезде был избран новый председатель партии социалистов. Ее возглавила Зинаида Гречаны. Тем не менее, это, на первый взгляд, внутрипартийное событие получило уже оценку как съезд победителей и целый ряд выводов. Об этом и поговорим с нашим гостем, политическим аналитиком, историком и доктором философии в области социологии Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и так, смена лидера партии – это, как мы понимаем, мера вынужденная. Согласно нашему законодательству, президент не должен состоять в той или иной партии. Это была норма, которая появилась буквально перед президентскими выборами, прямыми президентскими выборами. И вот ваша оценка того, что, во-первых, выбор на этом съезде пал на Зинаида Гречаны. И второй вопрос – насколько оправдана требование вот такой политкорректности или политнезависимости президента страны? Ведь Игорь Дедон побеждал, демонстрируя свои политические взгляды и опираясь на потенциал определенной политической силы. Вот как сейчас быть. Ну, я бы начал, наверное, со второго вопроса в данной ситуации. Понимаете, есть общая практика политическая во всем мире. Ну, в частности, если мы так уж и равняемся на Европу, давайте посмотрим на европейские страны. Везде лидер, победивший политической партии, становится каким-либо руководителем. Или президентом, или премьер-министром. И это норма, это правило. Почему? Потому что во время предвыборной кампании он, как лидер какой-то политической силы, представляет свою программу, дает какие-то обещания избирателям на какой-то избирательный период. И потом он должен ее, естественно, реализовывать. Поэтому вот то, что у нас произошло, это несколько вызывает недоумение, ну, с одной стороны. А с другой стороны, наблюдая то, что происходит после выборов 13 ноября, после второго тура, когда началась целенаправленная кампания по ограничению полномочий уже вновь избранного президента, то уже становится понятно, что это была, как говорится, домашняя заготовка наших олигархических сил, которые находятся у власти. То есть, таким образом, как бы, ну, ставятся палки в колеса избранному президенту Игорю Дадону, который, ну, по идее, должен был опираться на свою политическую силу, благодаря которой он и победил на этих выборах. Ну, сделано это, наверное, с нашим таким несколько местечковым молдавским подходом, из-за расчета того, что после ухода Игоря Дадона из партии, возможно, в ней начнутся какие-то внутренние разборки, ну, знаете, кто-то на что-то будет претендовать и так далее. Все это скажется на деятельности в целом партии, на взаимоотношениях президента, которые якобы сегодня остаются без политической поддержки. Да, ну, вот, ну, я думаю, что это несколько как-то наивно выглядит. Почему? Потому что, ну, мы взрослые люди, мы понимаем, что Игорь Дадон, он разделяет какие-то идеологические взгляды. У него есть личные взгляды, у него есть какая-то политическая позиция, у него есть программа своя предвыборная, в основе которой лежит политическая программа партии социалистов Республики Молдова, и, естественно, он не может от этого как-то отказаться или стать в сторону, вот я здесь вот президент, а я... Я победил все, теперь политический слагарик. Да, 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 а вот здесь я какое-то другое лицо. Ну, понятно, что это сделано было, ну, в пику, ну, избранному президенту, победителю для того, чтобы осложнить, ну, какие-то его, может быть, первоначальные шаги или взаимоотношения. Ну, вот то, что было продемонстрировано на съезде партии социалистов, вы очень верно подметили, вот такое ощущение, да, что это действительно, с одной стороны, как бы был вынужденный, неочередной съезд, да, потому что нужно было избрать нового руководителя партии, а с другой стороны, ну, он действительно получился съездом победителей, потому что, ну, вот этот зал, овации, как встречали президента, как встречали землееду гречаную, когда они вместе зашли, люди действительно от души радовались, потому что, ну, большинство населения населения нашей республики поддержало политическую программу лидера-социалистов, и, естественно, Игорь Дадон сегодня, ну, олицетворяет какую-то общую идею, вот. И здесь, конечно же, ну, то представительство мощное, которое было, ну, помимо, сколько там, 390 делегатов было, вот территориальных партонизаций, ну, это уже, как говорится, социалисты сами по себе. Почти два десятка федераций зарубежных. Да, два десятка организаций, по-моему, из 16 зарубежных стран, ну, это очень солидное представительство, причем одна российская, ну, одна, вот, ну, не российская делегация, а было несколько делегаций из Российской Федерации, которые были представлены на уровне заместителей и председателя Государственной Думы, в том числе один из них, ну, председатель, руководитель Думской фракции «Единая Россия» Васильев, да, то есть и «Справедливая Россия» присутствовала, которая является партнерской политической партией у социалистов. Ну, и представительство других стран было, в том числе, по-моему, две трети это были европейские страны. Это говорит о том внимании, которое приковано, действительно, и к этому политическому событию, и вообще к тем событиям, которые происходят у нас в Молдове. Ну, и если касаться первого вопроса, то, конечно, было ожидаемо, что избрана будет Зинаида Горячаная, потому что, ну, об этом было предварительно уже объявлено, было решение и политического совета, и политисполкома, и территориальные организации этот вопрос обсудили, поэтому это очень верное, такое стратегическое решение. Почему? Ну, Дадон с Горячаной, они вместе пришли в партию социалистов осенью 2011 года. Они давно вместе работают, уже более 10 лет, потому что, ну, познакомились на работе в правительстве, еще в том коммунистическом, у Василия Тарлева, да, когда Дадон был сначала заместителем министра, потом министром, потом первым замомом, как раз у Зинаиды Горячаной. И вот этот вот тандем у них довольно результативный, эффективный сложился. Люди понимают друг друга, люди дополняют один другого. И у Зинаиды Горячаной громадный опыт управленческий, это с одной стороны. А с другой стороны, в последние годы она приобрела и определенный политический опыт, и ее старые связи с Российской Федерацией. Один из основных вопросов предвыборной программы Игоря Дадона и партии социалистов, это восстановление стратегических отношений с Российской Федерацией. Поэтому в данной ситуации кандидатура Зинаида Горячана и как нельзя лучше подходит для вот этой роли. Ну и учитывая то, что за последние пять лет в партии социалистов там сложилась очень сильная такая работоспособная команда, но результаты их работы мы все с вами видим, потому что партия добилась очень серьезного результата. Это всенародно избранный президент, это не просто так, это и результат конкретной работы партийного аппарата, но это и поддержка масс наших граждан, избирателей. Игорь Дадон озвучил и программу деятельности, перспективную программу деятельности на ближайшие пять лет. Она основана в большинстве своем на определенных предвыборных обещаниях. То есть он тем самым показывает, что не отказывается от того или от политической доктрины, которая привела его на вершину власти Молдовы. И в этой ситуации, в общем-то, одновременно с этим он и декларирует себя как президента всех Молдавана. Понятно, что есть наш избиратель, он разный. Есть тот, кто голосовал за партию, за лидера партии социалистов. Есть те, кто голосовали за политических оппонентов социалистов. Вот как быть здесь, реализовывая свои обещания предвыборные, реализовывая свои политические стремления, в то же время остаться лидером нации? Вы знаете, здесь есть несколько аспектов. Вот смотрите, с одной стороны, вот этот искусственный закон о том, что президент не должен быть членом, а тем более лидером какой-либо политической силы. Но он не может отказаться от своих взглядов убеждений, это его конституционное право. Плюс он давал какие-то определенные обязательства и обещания во время предвыборной кампании. Соответственно, он будет проводить эту предвыборную свою программу. И здесь, кто бы чего бы ни говорил и как бы ни крутили, но предвыборная программа президента совпадает, извините, с политической программой определенной политической силы. Поэтому, с одной стороны, закон выполнен, но с другой стороны, вы не можете запретить убеждения, вы не можете запретить мысли человека. То есть, все это будет, естественно, отражаться на всей деятельности Игоря Дадуна как президента. Но, естественно, он будет опираться на партию социалистов как на одну из политических сил. Я думаю, что и многие другие, и не только левые политические объединения поддержат его в реализации своей программы. Но опираться в первую очередь он будет на них. И мне очень импонирует вот то оригинальное решение, которое было принято, ну как бы озвучено на съезде социалистов. Да, мы государственники, мы подчиняемся закону, мы его выполняем. Избранный президент ушел с поста руководителя партии. Мы избираем сегодня на съезде в соответствии с законом и уставом политической партии социалистов нового руководителя. Но нашим лидером остается быть Игорь Дадон. Никто не может этого запретить, никто не может этого опровергнуть. Поэтому я думаю, естественно, Игорь Дадон будет опираться на партию социалистов, как и на другие здоровые силы нашего общества. Партия социалистов поставила перед собой достаточно амбициозные цели. В общем-то всегда, в последние пять лет они были такие... Знаменитые семь первых пунктов, они в предвыборном программе. Победа формирующие, можно сказать. И одна из них, конечно же, победить на предстоящих очередных или внеочередных парламентских выборах. Желательно внеочередных, конечно. Выборах с таким результатом, чтобы сформировать социалистическое правительство. Будем так говорить. Ну это... Вот насколько это реализуемо сейчас и какова перспектива. Ведь смотрите, не зря говорится, что с последним днем избирательного процесса начинается новый избирательный процесс. И это постоянное, перманентное такое движение. Да, здесь сразу вот такой большой клубок вопросов всплывает. Но вот смотрите, 13 ноября прошел второй тур. И вдруг правящее большинство начинает ограничивать полномочия президента. Ну вот смотрите, президент, который по конституции отвечает за безопасность страны. То есть я по идее понимаю, что вообще весь силовой блок должен ему подчиняться. И армия, и СИП, и МВД, и прокуратура. Если он отвечает за безопасность по конституции, это несет ответственность за это. Ну и вот у него даже забирают право выдвигать руководителя службы информации и безопасности. Служба государственной охраны, которая охраняет в том числе президента, таким образом тоже выводится из его подчинения и переходит в компетенцию СИБА. Торопливо выбирает генерального прокурора. Да, то есть даже получается, что избранный президент как бы попадает под какой-то контроль со стороны. Ну это, честно говоря, анекдотично. Ну и история с генеральным прокурором, когда его утверждает тот президент, который уже фактически 16 марта его полномочия истекли. Да, он исполнял обязанности, господин Тимофтий, но есть какая-то этика взаимоотношений, политическая культура, еще какие-то моменты. Ситуация не требовалась только скорого назначения. Ну вот посмотрите, да, как вот в Соединенных Штатах Америки. Да, да, победил Трамп. Обама у них четко по графику уходит 20 января, но Трамп уже формирует свою администрацию, уже называются те люди, которые будут занимать определенные посты, делаются какие-то действия и так далее. И действующий президент, он этому не препятствует, он этому не мешает, потому что, ну так принято во всем цивилизованном мире. Нет, у нас, видите, с одной стороны это, конечно же, идет такое показательное давление, ну посмотрим, что ты сделаешь и так далее. Ну мне понравилась позиция Игоря Николаевича Додона, который сказал, вы меня в золотой клетке, в кондрице не запрете, я не кондрицкий сиделец, да, и я все равно буду выполнять ту программу, которую я буду выполнять. То есть у человека есть своя какая-то конкретная позиция вот в этом плане. И это очень хорошо. И следующий момент, который здесь сам напрашивается по себе, появился еще один центр силы, центр власти в Республике Молдова. Если все на сегодняшний момент решалось, образно говоря, скажем так, в парламенте, да, по большому счету не в парламенте, а в одном из отелей, да, офисов, мы с вами прекрасно знаем где и как, есть у нас координатор правящего альянса, да, то теперь появляется живой, действующий, говорящий президент с конкретными мыслями, с конкретными целями, программой. И от этого уже никуда не уйдешь. И он, естественно, президент будет выдвигать какие-то свои идеи и будет выступать в парламенте. Президент будет вносить законопроекты. Президент может выступать в правительстве, присутствовать на его заседаниях. Он все-таки глава этого государства. И есть еще Совет Безопасности. Пусть все вот эти, те, кто сегодня находится у власти, как бы по должности и входят в него. Но хотим мы или не хотим, вот то, что будет озвучивать президент, а оно будет в большинстве своем поддерживаться народом, то, конечно же, здесь есть два момента. Или этот правящий режим пойдет на какие-то уступки и вынужден будет считаться с позицией президента. То есть, пошагово будет, ну вот давление будет на него оказываться со стороны президента и народа, которые поддерживают президента. Это первый вариант. Ну и второй вариант, если пойдет какое-то жесткое противостояние, но оно может только со стороны правящего большинства быть, потому что Игорь Дадон неоднократно подчеркивал эти вещи. Он действительно президент, как вы правильно сказали, всего молдавского народа. И он не настроен на какую-то конфронтацию и так далее. Он, наоборот, выступает я за сотрудничество, я за то, чтобы решались какие-то вопросы. Но у нас есть определенная позиция, были высказаны определенные программные цели, и их нужно решать. И я буду на этом настаивать. Вот позиция, это нормальная здравая позиция. И здесь уже и парламенту, и правительству, хотят они этого или нет, с этой позиции придется считать. Почему? Ну, отвергнут они какой-то законопроект. Ну, еще они от чего-то откажутся. У президента есть право обратиться к народу, у президента есть право инициировать референдум. И его поддержат. Почему? Ну, сколько там для созыва референдума, даже если создать какую-то организационную группу по 200 тысяч подписей требуется. Да, мы с вами прекрасно помним, за три недели сентября, когда собирали подписи для регистрации кандидатов в президенты, Дадон собрал более полумиллиона подписей. То есть, это не проблема при такой политической поддержке партии социалистов и так далее. Но, конечно же, мнение народа здесь нельзя игнорировать. Поэтому, я думаю, вот таким путем какие-то вопросы будут пошагово решаться. Ну, и есть еще один момент. И партия социалистов заявляла, и на съезде это было подчеркнуто, что задача партии это досрочные парламентские выборы. И Игорь Николаевич Дадон постоянно об этом говорит. Говорит, я сделал первый шаг, мы победили на президентских выборах, и это очень важно. Он получил политическую трибуну, он получил политическую защиту, и он получил мощную народную поддержку. Он народный президент. Он сегодня единственный из всей нашей власти, наиболее легитимный. Почему? Потому что за него проголосовало большинство народа. Это не тот парламент, где все уже поменяли по две, по три партии за два года, из кабинета в кабинет, поперебегали, да. Ночное правительство, утвержденное ночью присягу, давало с нарушением всех процедурных этих моментов. А это вот та реальность, которая есть. Поэтому, я знаю, что многие сейчас пытаются задавать вот этот вопрос, а что он может сделать? Ведь у него и прокурора уже назначили, СИП у него забрали. Ну, короче, он только должен там вешать эти значки, ордена и медали, и больше он ничего не может делать. Нет, это детский лепет. Это люди, которые не понимают, как строятся политические процессы, так могут говорить. Почему? Потому что если есть человек, если есть позиция, поддержанная определенными политическими силами и народом, то это уже сила, это мощная сила. Поэтому, ну, у меня, как у историка по первому образованию, всегда какие-то исторические такие примеры возникают, да. Но у меня такая ассоциация, что 13 ноября у нас как бы прошла, помните историю, через год, в 17-м году мы будем отмечать столетие февральской революции в России, буржуазной, да, а потом социалистической. И вот первый этап прошел в ноябре. У нас установилось двоевластие. У нас появился мощный президент со своей программой, которого поддерживает большинство народа. И у нас есть вот тот правящий режим олигархический, которому хотелось бы ничего не менять, и вот так бы посидеть еще и поделить какие-то гранты и кредиты, которые они еще могут получить. Вот, и вот это вот какое-то вот такое, оно будет сохраняться, пока мы не пройдем этап неочередных парламентских выборов. Ну, это желательно, ну, или через два года, те, которые будут в ноябре 2018 года. Ну, ведь к выборам готовится не только партия социалистов, весь политический класс живет в преддверии этого избирательного процесса. И мне кажется, сегодня происходит некоторое форматирование или переформатирование. Переформатирование, да, причем мощное. Вот на Ваш взгляд, каково оно? Что происходит сегодня вот на этом политическом ландшафте Молдовы? Вы знаете, вот этот процесс, он начался уже, я бы сказал бы, года два тому назад. Он начался еще перед парламентскими выборами. То есть, уже на левом фланге происходили определенные движения. Партия коммунистов в силу определенных причин сдала свои позиции. Сама отдала свой электорат, вот как раз партии социалистов и нашей партии, которая вот тогда же формировалась. Что тогда произошло? Помните, на парламентских выборах 30 ноября 2014 года мы с вами знаем. Ну а дальше уже левый фланг, он естественно формировался. Партия социалистов все более мощнее набирала обороты. У нее были более понятные для избирателей лозунги обращения. И действовала она более наступательно. Соответственно, сегодня практически основная масса левого электората, это протестный, оппозиционный электорат, он находится под руководством партии социалистов. Поэтому на левом фланге, я знаю, что очень многие политологи, специалисты политических процессов, они говорят, что партия коммунистов, она видимо в следующий состав парламента уже не пройдет. В силу нельзя так поступать со своим электоратом, нельзя сегодня утром говорить, как это делал Воронин, что мы в Европейском Союзе. Вечером он на другом телеканале говорил, что нет, мы в Евразийский Союз, потом еще что-то. В конце концов, все эти вещи бесследно так не проходят. А здесь четко ясная позиция, вот те основные 7 положений программы социалистов и предвыборной программы Игоря Дадона, да, вот государственность, сохранение молдавской идентичности, нейтралитет, сильная экономика, социальная справедливость, восстановление стратегических отношений с Российской Федерацией, православие, они действительно вот то, о чем думают люди. Да, они отвечают запросом, они отвечают отчаянием людей. И поэтому его услышали, поэтому ему поверили и за ним пошли. Вот этот момент, он очень важен на сегодняшний момент, на сегодняшний день. И, соответственно, большие проблемы у нашей партии, это связано прежде всего с отсутствием их политического лидера здесь у нас в стране, с этим открытым уголовным делом против него. И это, естественно, сказывается и на ситуации у них в партии. Ну, в принципе, там есть свои внутрипартийные проблемы, все это, естественно, скажется на деятельности этой политической партии. А больше на левом фланге серьезных каких-то на сегодняшний день политических сил нет. Там есть ряд, там, десяток непарламентских партий левого толка, ну, в которых по три с половиной там члена партии и никакой силы поддержки у них нет. И, естественно, они не являются ни серьезной какой-то политической силой, и тем более ни претендентами на прохождение в парламент. Поэтому, действительно, социалисты имеют возможность получить то большинство, которое позволит им сформировать свое правительство. Это 50 плюс 1. Политические оппоненты тоже не дремлят. Мне кажется, там сейчас полным ходом идет тоже перформирусирование. Согласен, но мы же видели в процессе самой предвыборной кампании, что там происходило, да. Там вот демократическая партия, которая била в Литавры перед выборами, помните, они радовались. Там за один день собрали эти, сколько там, 15 или 20 тысяч подписей, да. Зачем нужна была эта демонстрация своего административного ресурса? Ну так, нет, ответ последовал, когда Лопу был вынужден снять свою кандидатуру. Видимо, все-таки внутренние вот эти, я как социолог уже понимаю, что произошло, внутренние социсследования, расклады показали, что там не на что абсолютно претендовать, и будет разгромный проигрыш. Поэтому, наверное, было более безболезненно снять свою кандидатуру, чем полностью гробить партию перед все равно предстоящими парламентскими выборами. Потому что, как у нас получается, мы же одни выборы заканчиваем и плавно переходим в другие. Теперь вот президентские прошли, все автоматически переходят уже, думают о парламентских выборах. Ну так устроен наш избирательный цикл. Партия позиционировала себя где-то центристской партией, а все, что посередине, оно, видимо, сдавливается фронтами и выскальзывает. Да, центристская, но все время, они последние 7 лет в этом альянсе голосовали вместе с либералами. Фактически они голосовали за все решения, которые мы можем сказать, ну, правыми, если можно так выразиться. Поэтому, навряд ли, сегодня избиратель понимает вообще, а что эта партия себя представляет. Она левая, центристская, правая. То есть, видно разницу между тем партией и либеральной партией. Абсолютно нет никакой разницы. Тем более, если мы спросим у некоторых наших политических лидеров, типа Михаила Гимпу, что такое либеральная идеология или теория, он навряд ли сам ответит на этот вопрос. Потому что то, что они действуют, абсолютно не соответствует их названию и многим другим моментам. Больше анархии попахивает. Да. Другие политические силы, ну, либерально-демократическое, все понятно. Главный спонсор и хозяин партии. В местах не столь отдаленных. Да, в тюрьме, образно говоря. Соответственно, партия разбежалась, и этот процесс у них будет продолжаться. Да, что там на правом фланге у нас либеральная партия. Ну, там мы видим вот эти все разборки. Да, Гимпу, Шалару. Они вот что-то делят сегодня очень. Шалару уже, по-моему, уже никто в этой партии. После, да, померились с авторитетами. Да, ну, вот по последней информации его уже освободили зампредседателя партии, из полицовета и так далее. Гимпу обратился официально к премьер-министру и к президенту с требованием освободить его от должности министра обороны. То есть, там процессы идут, которые, ну, хоронят эту партию однозначно. И там, возможно, появление какого-то нового политического проекта. Видимо, Шалару на это и рассчитывает при помощи своих румынских друзей и спонсоров. Или же, как поговаривают, возможен какой-то проект Трояна-Босеску. Но об этом говорили до результатов выборов в Румынии. Мы видим, что в Румынии партия Трояна-Босеску, она вообще в районе партии Гимпу у нас здесь, да, в районе 2%. Поэтому, навряд ли этот вариант у нас возможен. Сработать локомотивом никак не сможет. Нет, никак не сможет. То есть, здесь тоже есть определенные моменты. Насколько я знаю, демократы, видимо, планируют на создание какой-то единой партии. Отказаться от идеи Альянса. Поэтому Гимпу со своей братьей им на сегодняшний день не нужен. Либерал, демократы все перебежали в любом случае в демократы или кто-то отсеялся. Поэтому на правом фланге будет формироваться мощная партия под эгидой демократов. Туда, видимо, прикнут вот эти 14 перебежавших коммунистов. Так называемая социал-демократическая платформа. Но сегодня они все вместе где-то набирают приблизительно 47-46 голосов. То есть, по большому счету, демократам нужно 5-7 мандатов сегодня иметь в парламенте. Для того, чтобы они создали вот такую единую монолитную свою группу. Вот это надо следует учитывать. Это реальная тенденция, которая уже видно, что она осуществляется. Не случайно вот эти заявки о изменении выборов в парламент. То есть, часть должна пойти по партийным спискам. Смешанная система. Да, смешанная система. А часть по одномандатным округам. То есть, демократы, то, что они обкатали в Гагаузии на нескольких выборах. Мы прекрасно знаем. Там вроде бы кандидат идет как бы независимый, а потом он оказывается... Вдруг оказывается зависимый. Да, зависимый под зонтиком демократической партии. Видимо, этот обкатный вариант нам будут предлагать, навязывать, осуществить здесь. Вот приблизительно. Ну и две новые, народившиеся, так сказать, политические силы. Я имею в виду Майо Санду и Андрея Анастасии. Ну, это чисто европейско-американские проекты, которые управляются ими, которые ими финансируются. Это однозначно. Это так называемые новые, скажем, чистые, правильные европейцы. То есть, они не как эти, те, кто миллиард украли, а они типа белые и пушистые. То есть, они миллиард не крали. Но то, что произошло, опять-таки, во время, в конце, между первым и вторым туром выборов, и вот последний месяц, когда они затягивали как раз вхождение Игоря Дадона в должность, признание его полномочий Конституционным судом, это показывает о том, что никакие они не оппозиционеры. И, видимо, и Санду, и Анастасии, в том числе и лидеры Демократической партии, их руководство, все они управляются из какого-то единого координационного центра, который находится не в нашей стране, а за ее пределами. Мы управляемая страна полностью. Что можно ожидать от руководства страны, бюджет которого формируется на 30% из внешних поступлений, из кредитов и грантов. То есть, это действительно мы захваченные государства. Я не боюсь вот этого термина, но мы захваченное государство не какими-то там нашими олигархами, они тоже здесь выполняют определенные функции, те, которые им говорят. Мы захваченные европейскими неоколониализмом. Вот та реальность, которая есть. Мы больше им не нужны. Что нужно европейцам здесь? Прежде всего, наша финансово-банковская система, которая уже, в принципе, поставлена на колени. И наш чернозем. А больше у нас ничего нет. Вот только еще решить вопрос о том, чтобы продавать нашу землю, то есть сельскохозяйственного назначения, иностранным хозяевам. Все, ставьте крест на наши республики, здесь абсолютно ничего больше не остается. Неужели голландские фермеры, или французские, или немецкие будут переживать о наших селах, о социальной сфере, о школах, о поликлиниках, о рабочих местах? Ради бога, машинные технологии сельскохозяйственные, те, которые развиты на Западе, приехали, пропахали, рапс посеяли, убрали. О молдаване берите чемодан и ищите себе по миру удачу, где вы найдете. Вот та реальность, которая есть. Просто людям этого никто не говорит. И люди очень многих вещей просто не понимают и не знают. А вот те, кто на сегодняшний день реально находится в управлении страной, они все зависимы из зомбирования. Ну, я их называю еврозомби. По-другому как-то даже не получается. Да, это ведь не вина для людей, что они не видят перспектив того, как складываются политические обстоятельства. Это же, наверное, их беда, а не вина. Потому что, когда ты каждый день думаешь о том, как выбить себе возможность заработка, найти работу, прокормить семью, детей, то, конечно, не до геополитических исследований. Конечно. И вот этот геополитический аспект, он появляется только во время выборов. Только во время выборов. Ведь между выборными промежутками у нас нет вот этого противостояния. Да? И там Европа, Россия или еще чего-нибудь. Это просто искусственно. Потом вот этот ажиотаж, какой только ерунды не говорили о том, что победит Дадон, нам визы сразу отменят, или он выступает против этого, или уведут визы, не будет без визового режима. Потом, еще раз говорю, какой только ерунды не говорили. Ну, простой человек включил телевизор день, два, три послушал. Ну, на сотый раз, если человеку говорить, что ты дурак, он начинает, в конце концов, верить, а может, действительно, не сильно. Какой-то умный и так далее. То есть, есть технологии массового зомбирования на сегодняшний момент, которые, к сожалению, бессовестно используются у нас налево и направо. Но с определенной целью. Если, допустим, простому человеку довольно сложно разглядеть перспективу тех или иных шагов политических, представителей политического класса, то вот аналитикам и политикам достаточно легко объяснить многие процессы. Вот что, в общем-то, и произошло, когда мы знакомились с гостями 14-го съезда партии социалистов. Ведь на полях съезда говорилось очень много об изменениях политического ландшафта, не только Молдовы, говорилось и об изменениях политического ландшафта и мировой карты мира. Ведь демократическая идея мультикультурализма, она привела, вот сегодня приводит к власти правые, довольно агрессивные правые силы, ну, как вот во Франции, например, национальный фронт. Да, ЛПН, да. Ну, а вот в нашей стране, как один из примеров стран Восточной Европы, где вахханалия либерализма в экономике строят фундамент победы левых сил. И вот и Болгария тоже самое доказала. Смотрите, там победили социалисты, да, их президент сегодня у власти. Но я убежден, что этого мало и надо разгребать. Одним придется разгребать эту политику мультикультурализма, что-то думать, как вообще дальше быть с беженцами, а нам надо разгребать завалы этой либеральной экономики, которая фактически обесточила экономику. Ее нет и надо ее заново строить. Вот как здесь одновременно сосуществовать? Франция не так далеко от нас. Ну да. Вы сами понимаете, особенно при той возможности отсутствия границ, и мы в Европе, поэтому мы в едином пространстве европейском, и там есть правые силы, здесь левые силы, сосуществовать надо. И в этой ситуации у каждого, конечно, свои локальные проблемы, но есть одна общая проблема, которая связана с тем, что нужны новые идеи реализации жизни на этой планете. Потому что ведь многие говорят о перенаселенности, о том, что падает экономический потенциал промышленных стран, развязана масса конфликтов, не просто локальных, а уже таких миграционных процессов. И здесь мы, наверное, отчасти еще не в каких-то вихрях апокалиптистического характера, но мы, в общем-то, все равно вплетены в матрицу сегодняшнего мира. И вот каким видите вы, желаемое развитие событий в нашей стране? Ну, здесь несколько аспектов. Естественно, то, что происходит на Западе, то, что происходит в Европе, оно будет непосредственно отражаться на нас, и мы видим, что оно уже и отражается. И общая европейская тенденция, силу набирают левые силы. В принципе, в большинстве стран, в определенных странах, которые столкнулись с миграционными потоками, там силу набирают, наоборот, правые. Но они все равно правые какие? Они патриоты. То есть, они выступают за развитие своей страны, они за порядок в своей стране, они хотят ночью выйти спокойно и гулять по своим городам, и населенным пунктам, не бояться. То есть, это нормальные желания простого, нормального человека. И они обеспокоены о своем будущем. Поэтому, с одной стороны, есть тенденция развития правых и даже подъема определенных, скажем так, не нацистских сил, которые поднимают сегодня голову на фоне вот этих всех миграционных вещей, которые происходят во Франции, в Англии, в Голландии, во многих других государствах. А с другой стороны, происходит что? Что вот та неолиберальная модель, которая навязывалась в последние 20-30 лет, она фактически потерпела крах. И люди это видят. 20 лет тому назад в сытой, богатой Европе было очень хорошо жить. У них были очень высокие зарплаты, пособия. Но мир изменился, противоборство экономических систем продолжается. И здесь происходит очень много экономических процессов. И уровень жизни в Европе людей падает. И падает с каждым годом. Это вызывает социальное напряжение. И, соответственно, левые политические партии, левые движения, они становятся наиболее популярными и востребованными. Потому что человек привык к определенному уровню жизни. И когда на этот уровень жизни ему наступает, то он начинает искать какие-то ходы и выходы. Естественно, это сказывается на общих настроениях. И есть еще одна общая большая проблема для Европы. Вот тут Европейский Союз, который мы пытаемся пролезть и боком, еще как-то. И нам уже сказали, вы там, Молдава, не успокойтесь. В ближайшие 20 лет никто этот вопрос рассматривать не будет. Но у нас все равно идея этой европейской интеграции на флаге. Руководство правительства, парламента и бывший президент Тимофти, они говорили, что это чуть ли не наша национальная идея и так далее. Будто кто-то за нее голосовал и кто-то ее определял. В цивилизованных странах обычно по таким вопросам проводятся референдумы. Они начали и вроде бы построили вот этот европейский дом 28 стран, минус Англию, если этот процесс в течение двух лет произойдет, они выйдут, остается 27. Но они построили плохой Советский Союз, большую коммунальную квартиру, в которую объединили 28 государств, большое количество наций, у которых разные уровни экономического развития, разные культурные, национальные предпочтения, привычки. И вот этот мультикультуризм, о котором вы говорили, попытка вот таким образом всех подмять под какую-то одну идею, теорию, мы все тут толеранты друг к другу, все это хорошо, давайте хлопать в ладоши, а оно не получается. Человек говорит, извините, я француз, и в своей стране хочу говорить на французском языке и ходить в католический костюм. Да, и у него есть свои ценности, а сегодня в Европе говорят, нет, ты откажись от этих своих национальных и человеческих ценностей, а вот давайте что-то, какие-то общеевропейские ценности возьмем и будем все вокруг них радоваться. Не получается. Почему получалось в Советском Союзе? Была одна идеология мощная, была мощная цель, и было социальное государство. Ну, не будем сейчас в рамках этой передачи говорить, да, сколько там, да, было и много плохого, но сколько было хорошего. Человек себя чувствовал защищенным, это самое главное было достижение социалистического государства. Гарантированная зарплата, гарантированное рабочее место, бесплатное жилье, бесплатное образование, что там, бесплатное здравоохранение, дома отдыха, санатории, но ведь это величайшее было завоевание. Сегодня этого всего нет, и, естественно, у людей, у наших людей, естественно, разочарование. Потому что, ну вот, я смотрю по своему родному селу, колхоз-миллионер был, три школы, 10 тысяч населения, поликлиника, больница, родильный дом. Сейчас города с таким населением у нас есть на карте. Так, все полностью было. Абсолютно все, что построено, все, что сегодня есть, это построено в 60-е, 70-е, 80-е годы при советской власти. После этого в селе не появилось ни один объект судской быта, ничего. Половина из них стоит, магазины разгромлены, кафе, рестораны с забитыми окнами, дом быта громадный посередине села. Сегодня стоит, он никому не нужен. Родом стоит, больница запущенная стоит, все остальное. Почему? Потому что всю социальную сферу держал колхоз. А у нас что произошло в стране? И почему люди недовольны? Ну, очень просто. Первоначально, когда мы стали независимыми, у нас появилось очень много советников. Международный валютный фонд и прочие-прочие организации. Знаменитая программа ТАССИ с технической поддержкой Европейского Союза уничтожили всю нашу промышленность. Соответственно, рабочие места сократились. Все наши специалисты уехали в другие страны искать себе рабочие места для того, чтобы прокормить свои семьи. Потом уничтожили коллективное хозяйство, сельскохозяйственное производство. 900 чем-то колхозов, совхозов, которые держали всю социальную сферу на себе. И все сегодня, помните, луминица в каждом магазине, был книжный магазин. Все стоят закрытые и забитые. Не нужны сейчас. Так не нужны. И образованные люди не нужны. Поэтому вот у нас, посмотрите, что происходит. Школы закрываем, больницы закрываем, люди уезжают. Это те процессы, которые... Вот это наше достижение за 25 лет нашей независимости. Естественно, это вызывает у людей озабоченность и обеспокоенность. И поэтому я уверен, что партия социалистов будет пользоваться поддержкой все больше и больше. Потому что люди в тех лозунгах, в тех действиях, которые проводят они, Игорь Николаевич, Дадон, сегодня уже, скажем, не как партия руководителя, а как идея и вдохновитель, как глава государства, оно, естественно, будет пользоваться поддержкой. Что человеку нужно? Рабочее место, нормальный доход, хорошее медицинское обслуживание и гарантированная пенсия. По большому счету, для простого, обыденного человеческого счастья. Вот человеку, чтобы его дети вот здесь жили, чтобы они здесь учились. Но если человек этого не может обеспечить своим детям, своей семье, то что остается? Упаковывать чемодан. Упаковывать чемодан. И теперь, естественно, все молятся на то, чтобы действительно Игорь Дадон первый свой визит, действительно, как и обещал, осуществил в Москву и в первую очередь решил, какой вопрос? Даже не восстановление экономического взаимодействия, а миграционный вопрос. Там же 200 тысяч наших сограждан оттуда сегодня не могут выехать, иначе они наручили миграционное законодательство. Вопрос иммиграционной амнистии. Конечно, амнистия все остальное. Вот это главный вопрос. Я скажу, если Дадон решит только этот вопрос, ему уже при жизни люди поставят памятник. Потому что это рабочие места, это кусок хлеба. Это очень важный вопрос. Если решится второй вопрос, восстановление нашего экономического взаимодействия с Российской Федерацией, считайте, что мы сохранили, спасли наше сельское хозяйство. Ведь что произошло у нас за последние два года, когда мы подписали вот это колониальное соглашение об ассоциации с Европейским Союзом? Да, если можно, уже не так. А просто в цифрах, посмотрите. У нас в три раза упал товарооборот с Российской Федерацией. С Европой он не вырос. Все. Где то, что выращивается сегодня? Как люди могут жить? За полгода сократилось 13 тысяч рабочих мест. Это около 200 миллионов где-то приблизительно поступлений в бюджет и так далее. Вот это серьезные вещи. Мы там, не мы, наше руководство, порающие молилось на этот Европейский Союз. За первое полугодие мы экспортировали, извините, в Европейский Союз 55 тонн яблок. А оттуда импортировали полторы тысячи тонн. Вот это равноправная торговля, вот это то, что нам обещали. Я не буду приводить массу других моментов, потому что, ну вот та реальность, которая есть. Борис, спасибо за этот разговор. Времени, к сожалению, всегда не хватает, но мы будем с вами встречаться и неоднократно в этой студии, в рамках этой или какой-либо другой нашей программы. С удовольствием будем продолжить это общение, потому что вопросов очень много. И они не просто не исчерпаны, не накапливаются, набегают. И мы будем в этом всем стараться разбираться. Спасибо на сегодняшний разговор. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политолог Борис Шаповалов. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»